всем привет сегодня речь пойдет о клапане абсорбер в данном случае клапана от автомобиля рено лагло 2 справа клапан рабочие его пометил слева не рабочие я решил записать видео о том как их проверить то самая простая проверка просто взять и попробуйте не удумать этот клапан не рабочий воздуху не пропускает значит он закрытом положении но при подачи на него 12 вольт вот я такой блок питания с таким вот гнездом то есть и без дома с таким папой который идеально то подходит чтобы проверить откроется он или нет сейчас я включу розетку здесь к шторикам как раз его можно поднести здесь в принципе полярность не имеет значения и так и так он будет работать то есть должен быть характерный щелчок когда подачи напряжение под напряжение щелчка нету тут может быть либо он завис либо в обмотке обрыв по сути это обычный электромагнитный клапан здесь выводы обмотки если не щелкнул следующие будем замерять сопротивление переводим мультиметр в обычный ом и так как сопротивление должно быть там в килоомах в мегаомах так далее то есть и там сопротивление завышена значит обмотка неисправна ну и замеряем здесь сопротивление они сидят довольно глубоко эти контакт так сопротивление вообще не реагирует ничего не двигается вставляем мегаомы значит так до 20 мегаом совсем плохо все дело в том что раньше он прозванивался он показывал что там сколько-то мегаом сейчас данных вообще нет сейчас вообще нет данных значит там уже полный обрыв раз мультиметр реагирует сразу раньше он показывал еще раз проверить клапан полежал где-то месяцок может коррозии совсем сделал полный обрыв они вот сейчас показывают так на что у меня с мультиметром здесь проблема немного не 2 если он далеко лежит сейчас показывал сопротивление тоже сколько-то мегаом вот да и уходит как бы вверх ползет сейчас вниз 2 мегаом не значит получается килоом что ли 36 и 2 36 и 2 килоома значит здесь сбитых сбитых показаний точно показано мегаом на самом деле он показывает на килоом короче сильно завышенное сопротивление значит с обмотками там не в порядке то что вот рабочий клапан абсолютно он также не продувается совершенно мне можно замерить сопротивление переводим на ом и должно быть в пределах 25 30 он если сильно завышена значит уже счет не в порядке вот видно вам будет не видно так 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 5 до стоит немножко подшевелить мультиметр ну пожалуйста 24 24 6 ома то есть хорошее сопротивление рабочие обмотки здесь целый второе можно проверить опять же этим моим блоком питания нас вольт вставляю происходит щелчок ну и когда он открыт то есть щелчок то открывается он должен продуваться сейчас попробую довольно легко продувается то есть нормальное положение закрыто при подаче напряжения электромагнитный клапан открывает заслонка и воздух идет вверх у этого же не происходит ничего то есть он не завис у него именно прорвала где-то порвала обмотку обрыв давайте то его разберем посмотрим что послужило причиной выхода из строя данного клапана абсорбер еще раз можно подать напряжение 0 эмоций кстати ошибка выдает сейчас посмотрю я уже забыл где-то было записано какая выдается ошибка до п 0 4 4 1 помню такая ошибка при выходе из строя клапана абсорбер в принципе это информация бесполезна вы сами найдете в интернете просто считав ошибку оба д тестером сейчас попытаюсь скрыть его и посмотреть что же там такое было то с ним тут с виду все целое продолжить чуть позже скрывать его пах приходится по варваровски он очень плотно запаян вот толстой отверткой вот уже близко к завершению вот вскрыл ее но здесь принципе пока ничего не видно особых таких окисления не вижу как он открывается тут просто такой дальше смотреть что там пока ничего такого здесь не вижу если честно о вот здесь все сразу становится ясно вот мы видим окисление сделала свое дело обмотка пострадала ну и вот здесь зеленая совсем видно какой-то провод в обрыве это зелень селые у его и и клапан вышел из строя как идеально подходит штыкер для этого и сделан уже не раз проверял клапан ну проблема короче в окислении вот тут все окисленно и запах такого немного и паленого даже есть и какой-то кислой среды так что проблема банальное окисление время свое дело сделала маркировка клапан если кому интересно вот могу зачитать 8 2 0 0 0 2 4 4 2 7 по-моему сагемовский он да саджем made in france рабочий клапан конечно не буду разбирать этот клапан отправится в помойку в принципе никто же не будет перематывать здесь обмотку по новой так вот он выглядит на этом все спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь всем удачи всем пока пока